В демократическом правовом государстве вопросы границ должны решаться путем переговоров и исключительно дипломатии. Ведь добрососедские отношения способствуют развитию многих социальных, экономических, культурно-гуманитарных вопросов. Сейчас Кыргызстан и Узбекистан поступательно определяют границы своих территорий. Важным и широко обсуждаемым вопросом является участок водохранилища Кемпирабан. Экс-депутат Джогур Кукинеша Турсунбай Бакир Улу не раз поднимал обсуждения по Кемпирабаду, в том числе и на полях парламента. По его словам, он хорошо исследовал эту местность, специально выезжая на место, снимал видео и разъяснял некоторые ситуации. Отмечают и то, что в 1994 году, когда проходили выборы первого созыва в двухпалатной Джогур Кукинеш, к Карасуйскому району были присоединены три села. Во время встречи с избирателями в поселке Куршаб они поднимали тему Кемпирабада. Кто помнит в советское время, подтвердит мои слова, мы, чтобы проехать из Ашаджалабад, всегда проезжали узбекской ГАИ, которая стояла на Камправате, на перекрестке. Кроме этого, уже в независимое время, уже Аскара Каев, Курмик Бакиев поняв, что Узбекистан эти земли не отдаст, она построила объездные дороги вокруг Кемправатского водохранилища через Узгенский район. То есть уже президент понял, что Узбекистан не отдаст. Одним словом, это де-факто уже давно, с советских времен, было отдано Узбекистану. Вопрос демаркации и делимитации госграниц – долгий и сложный процесс. Порой линии границы проходят через дома жителей как с одной стороны, так и с другой. Подвинуть целые села невозможно, поэтому здесь нужно искать компромиссы. Но определения четких линий границ нет уже много лет. Сегодня путем переговоров Кыргызстан и Узбекистан пытаются поставить точку в вопросе нерешаемости границ. В этом вопросе виноваты именно Беловеческая пущада, когда президенты хотели сами стать в своей стране президентами. Потом Алматинское соглашение президентов всех. Именно вот там они должны были сказать, слушайте, прежде чем стать суверенными государствами, давайте решим границы. Потому что при Советском Союзе каждое государство отдавало землю для ведения животноводства, комплекса, пеннерлагеря и так далее, домоводдухов создавали. Это был один общий дом Советский Союз. А когда суверенным государством стали, они эти вопросы не затронули, они потом начали выявляться, что это наша земля. На сегодня удалось договориться по некоторым приграничным вопросам, одним из которых предлагается Кыргызстану передать Узбекистану 4485 гектаров земли. Взамен же Кыргызстан получает в общей сложности более 19 тысяч гектаров земли. Общественный активист Токтокул Сурунбаев говорит, что и соседняя страна отдала землю в качестве компенсации за водохранилище Кимпирабад еще во время Союза. Во времена Советского Союза я был директором совхоза Интымак. Место земли, на которое было построено водохранилище, нашему совхозу передали 1088 гектаров Учкургонского района на Манганской области Узбекистана. Хорошее место с полностью готовой инфраструктурой. Территория сельсовета Дустук на Укенского района раньше была совхозом Интымак. 1088 гектаров земли мы взяли за землю Кимпирабада. Сейчас Узбекистан нам ничего не должен. Что мы будем делать с землей? Мы будем должны тогда предоставить обратно 4000 гектаров земли. Когда Мерзеев приедет к нам, нужно подписать соглашение и закрыть этот вопрос. Но как бы то ни было, в спорах рождается истина. Жители продолжают трудиться и развивать свои селы, находящиеся в приграничных зонах. Приграничный Аильный округ Коксерет находится в Алабукинском районе. Жители шести сел считаются лучшими садоводами страны. Только в селе Коксерек выращивают около 500 тонн различных фруктов. Урожай у нас хороший. Например, зимние яблоки мы собрали. Но они начали портиться, так как осенью уже холодно. А если бы у нас был в селе цех по изготовлению сухофруктов, было бы замечательно. Для жителей же приграничных районов решение вопросов с границей имеет жизненно важное значение. Представители власти встречались с местными жителями для того, чтобы выслушать и их мнение по этому вопросу. Столько лет этот вопрос не решался, а теперь, когда есть решение, начинают ставить палки в колеса. К нам приезжал Хамчебек Кадышаевич, все нам объяснил. Абдугапар Хайдаров, старожила села Байастан, говорит, что часть территории Узбекистана площадью 212 гектаров при Союзе принадлежали к иргызской стороне. Эти земли раньше принадлежали Кыргызстану, там мы выращивали пшеницу и собирали урожай. Не зная, каким образом, после они перешли к другой стране. По телевизору услышал, что эти земли перешли нам, и мы обрадовались этому. Мы измучились, так как негде уже было пасти домашний скот. Эти 212 гектаров земли в скором времени переведут в ведение Аккоргонского аильного округа. И жители села положительно отзываются о таком решении. Большая часть жителей приграничных районов относится спокойно к договоренности. Однако вопрос о передаче водохранилища пытаются раскачать некоторые активисты и политики. Но при этом свои интересы ставят выше государственных. Кемперабадское водохранилище разрешается в формате использования 50 на 50. Как Кыргызстаном, так и Узбекистаном. Взамен в компенсацию, которую было выдано, определены спорные участки более 19 тысяч гектаров наших кыргызских земель. На этой неделе последовали ряд задержаний активистов и политиков. По информации следствия, под видом сохранения земель и защиты Кемперабада они пытались провести смену власти посредством митингов и беспорядков. Я думаю, надо консолидировать общество. А те революционеры сегодня кричат, что они хотят защитить наши республики, нашу родину. Я думаю, мы это тоже видели, кто как работает и с кем работает. Я думаю, наш народ во всем разберется и никогда не подадут на провокацию и не поддержат. Кто платит, тот заказывает музыку. Здесь американские псевдодемократические организации платят деньги и делают бучу Кыргызской республики. Эксперты говорят, что предложенное властями решение в итоге наиболее оптимальное. Планируется создание совместного государственного предприятия в соотношении 50 на 50 по управлению водными ресурсами Кемперабада. То есть, по факту, и Кыргызстан, и Узбекистан на паритетных условиях будут пользоваться водохранилищем. Те, кто выступают против, пытаются все представить так, как будто мы отдаем всю землю на юге, хотя речь идет о четырех с лишним тысяч гектаров. Никто до этого не мог решить этот вопрос, где они были все это время. То, что предлагает сегодня власти, в первую очередь обеспечит мир и спокойствие на границе с Узбекистаном. После же можно уже спокойно решать вопросы на границе с Таджикистаном. На этом фоне за прошедшую неделю по всей стране прокатились так называемые антимитинги. Люди высказываются за единство, стабильность и мир. Жители областей призывают не поддаваться на всякого рода провокации, а опираться только на закон. Мы постоянно говорили о том, что какая бы власть ни приходила, проблема с границей не решалась. Теперь, когда власть решает проблемы, мы сами препятствуем. Мы знаем, что некоторые преследуют личные цели, прикрываясь решением вопросов, связанных с Кемпирабадским водохранилищем. Их цель – это только стремление к власти, а не патриотизм. Они думают, что действуют по закону, но это не так. Мы, жители Ноукенского района, вынуждены выйти на мирную акцию. Мы видим сегодняшнюю ситуацию в стране. Президент был избран нами, кыргызстанцами, и мы должны поддержать его решение, а не пытаться подорвать единство народа. Своё мнение по Кемпирабаду и по задержанию активистов высказал и президент Садыржапаров. В интервью информационному агентству Каабар он сообщил, что многие из тех политиков, с кем проводил встречи, глава государства, просили для себя должности. Я посетил Узген, встретился с народом, также провел встречу здесь, в доме правительства, с жителями Баткена, Чаткала и Алабуки. Более 300 человек было на встрече. Пригласил всех тех, кто провел курлтай в Кемпирабаде, никого не делил. Встреча длилась более 7 часов, мы обменивались мнениями непрерывно, вели открытый диалог. По итогам всех этих встреч все вроде уходят с понимающим видом, но после берутся за старое. Если говорить прямо, то их не интересует вопрос Кемпирабада. Для них это просто повод. Многие из них надеются, что в стране на этом фоне что-то произойдет и впоследствии они смогут уцепиться за власть. Со многими, кого накануне задержали, я встречался лично. Я шел на диалог. То, что президент обратился и к оппозиции, и к народу, и пытается каким-то образом урегулировать положение дел, связанное с пограничными вопросами, Но это, конечно, с одной стороны заслуживает одобрения. То есть диалог с оппозицией, попытка найти какую-то золотую середину, прийти к консенсусу. Это важная задача власти, это внутренняя дипломатия. Президент Садыр Джапаров не раз подчеркивал, интересы страны являются главным приоритетом при решении вопросов границ. Чужого не возьмем, но и своего не отдадим. Надежда Лусова, Бегджан Туктосунов, Аллато 24. Итоги недели.